здравствуйте уважаемые веб-разработчики добро пожаловать на бесплатный вебинар от крупнейшего компьютерного центра россии специалист ru меня зовут алексей тарасов и сегодня мы будем говорить с вами о том как связать работу с платой arduino диодиков подключенных к этой плате а также некоторый веб-интерфейс сразу хочу сказать что не являюсь экспертом по работе с arduino и другими платами а выступаю в отношении их как любитель а вот что касается веб-интерфейса и привязки различных html веб джаваскриптных печь пишет фишек тут можно немножко похвастаться итак давайте начнем как обычно как каждый семинар как обычно каждый семинар проходит под вывеской рекламы некоторого курса и самого центра специалист поэтому немножко похвастаюсь являюсь старшим преподавателем в центре компьютерного обучения имею несколько сертификаций по печки почти мэрию и более шести лет работы уже в самом центре за это время учил порядка полутора тысяч слушателей и веду в основном курсы по веб направлению в центре специалист есть более тысячи курсов приглашаем вас посетить те которые вас те курсы которые вас заинтересуют ну а мы сегодня будем говорить с вами о том как заставить работу следующую плату в отличие от предыдущих вебинаров я решил немножечко добавить фотографии и некоторые динамики для работы поэтому давайте посмотрим что у нас есть о чем мы будем сегодня говорить мы будем говорить о том как нажимая на гиперссылки находящиеся на веб-интерфейсе запускать горение диода мы включаем с вами гиперссылку и вот этот диодик загорается а соответственно когда нажимаем выключить он у нас гаснет в этом идея и суть нашего сегодняшнего с вами вебинара включить выключить диод на странице и так в работе ноутбук далее сама плата вот это вот и есть плата артуина если кто-то из вас с ней еще не сталкивался вот так она выглядит если кто-то сталкивался то это родная у на была идея использовать китайский вариант но последний момент перед вебинаром я решил не экспериментировать дальше у нас есть макетка и сам диод через сопротивление подключенные к нашей плате вот этот вот юсби шлейф если можно сказать да он включается с одной стороны саму плату другой страны в юсби разъем ну а вот на экране монитора вы сейчас видите фрагмент и чтимой странички здесь есть две гиперссылки и у этих гиперссылок есть соответственно get запросе параметры один параметр у нас позволяет обозначить включением вот этого диодика а вот этот параметр обозначает выключение диодика схематичная схема которую используется на нашей плате на приблизительно напоминает следующую схему скриншота с одной стороны проводок у нас земляется с другой стороны через через сопротивление мы подключаемся какому-то пину ну вот на моем примере сейчас он не к 13 подключен мы будем подключать к одному из пинов которые которые можно подавать динамические напряжение не будем вдаваться в нюансы как и что ну в общем то что изображено на картинке почти напоминает нам то что есть у нас на практике обратите внимание что все подписи у каждого пина они на самой плате существуют поэтому вот такой схемы достаточно для работы если вы хотите нарисовать свою собственную схему или перерисовать вот эту вы можете воспользоваться одной из существующих программ рисования схем в том числе плат одной одна из них называется fritz она очень интересно хотя и название не достаточно странное ну ладно помимо платы для работы нашей страницы используется open server open server содержит некоторый домен тест хост local и на этом доме не у нас будут интересовать несколько файлов заранее подготовленных и размещенных на на нем я прошу меня извинить за такую кучу малу папки текущие домена дело в том что тут разные эксперименты велись для работы полноценной нам для этого текущего бинара потребуется во первых файл тест печки и во вторых печки сериал класс здесь нужно сказать что печки сериал класс он предназначается для имена записи в ком порт для передачи соответственно ардуину сообщить ардуине сообщений этот класс достаточно старый он давно известен тем кто связывал когда-либо печки и саму ардуину помимо такого варианта связи через ком порт с ардуиной существуют еще и другие варианты поскольку я рассматривал тему для вебинара более чем год назад выбирал ее вот на тот момент я встречал варианты для подключения кардуина через спайтом через но джи с честно признаться поэтому не пошел потому что его не знаю она джи с показался показался вариант более долгим ну в общем мой вы мой выбор пал на печки если например у вас возникнет задача не только записывать данные в ком порт все сериал порт а еще и читать их тут к сожалению возникает проблема нам придется использовать дополнительные какие-то программы возможно другие компоненты для ардуина и на самом деле сейчас посмотреть обзоры то гораздо проще можно подключить нежели я подключал ардуина к в интерфейсу ну ладно не будем в историю вдаваться итак работающий open server здесь есть тест хост local то есть у нас запущена патч у нас работает печки в одной папке размещают печки серия класс и сам тест печки ну пусть того как вы подключаете сериал класс печки вам нужно создать экземпляр класса печки сериал если даже вы не проходили наш курс печки 3 кстати приглашаю вас на него вы можете создать этот объект по тому коду который будет выложен ссылки к нашему ролику к нашему вебинару и указать дальше порт которому вы подключаетесь здесь очень важно правильно указать порт когда вы соединяете ноутбук или компьютер с вашей ардуино пытается автоматически прописать какой ком порт используется узнать какой именно ком порт у вас подключен может через среду ардуино идея сейчас на следующих слайдах она будет видна к сожалению вот во время подготовки умение получилось подключить подключить нормально гибко ардуино моему стационарному компьютеру к моей машине во первых проблемы с USB портами возникли во вторых постоянно сбивающийся и постоянно меняющийся ком порт в общем вывел меня из себя и пришлось сделать на ноуте но ноуте все нормально и с первого раза все подхватилось дальше битрейт и все остальные параметры желательно оставить в том виде в котором они есть для удобства чтения или покопать документацию самого класса его очень легко нагуглить на гитхабе и посмотреть какие методы еще есть ну а как я уже сказал веб-интерфейс у нас очень простой это заголовок и две гиперссылки и присылки у меня устроены следующим образом они начинаются с символа вопроса и там где выключить идет get параметр of а там где включить располагается get параметр он некоторые могут сейчас озадачиться почему не указаны значение у этих параметров ну посмотрите мы когда указываем параметры мы можем на самом деле и без значения их применять потому что когда где запрос придет наличие или отсутствие самого параметра в этом get запросе будет нам подсказывать мы собираемся включить или выключить диод то есть достаточно простой вариант если вам в этот вариант не понравился или вы там хотите кнопки создать можно создать обычную стандартную форму и кнопкой submit и либо input type hidden либо самой кнопки отправки задать атрибут value и прописать там какие-либо значения теперь основной момент кода который позволяет нам отправить сообщение на сериал порт и подать сигнал ардуино что мы включаем или выключаем соответствующий диод и так если у нас приходит параметр он мы с вами открыли открываем соединение стандартным методом класса печки сериал класс закрываем его а между этим два методами отправляем сообщение вот этот метод самый главный метод по работе с платой мы можем отправлять любое сообщение через именно него обратите внимание что для of a у нас отправляется соответственно надпись of поскольку чтение на самой плате вот этого сообщения имеет некоторую сложность если вы вдруг раньше не работали с диалектом языка си плюс плюс то в этом случае мы каждую строчку завершаем символом минус или тире на самом деле здесь может стоять любой символ который не не находится в самой основной части страницы и может служить завершением строки допустим это может быть вертикальная палка или знак плюс ну в общем вы вольны выбирать здесь все что угодно обратите внимание также что когда вы работаете с платой arduino у вас есть ограничения определенные на объем получаемой памяти и там памяти который будет перемен на переменные выделяться поэтому вот будьте аккуратны и если тот и придет идея большой текст записать ну в общем возможно это не стоит делать теперь следующим моментом вам понадобится непосредственно сама arduino ide я можно скачать на официальном сайте arduino последняя версия используемой 183 на момент вебинара является самой свежей версии в районе пункта меню инструмента и вы можете проверить какой текущий ком порт у вас используется при подключении самой платы вот этой кнопкой происходит вот этой кнопкой выполняется компиляция а вот этой кнопкой загрузка скетча если он нормально скомпилирован загрузка скетча на саму плату ну и к сожалению мы не будем очень подробно обсуждать момент как именно выглядит скетч в ардуино идее который меняет свечение диода вот чтобы не потратить много времени ну пару слов можно сказать что например переменная лет пин она целочисленная и указывает много пин которому подключен дело помните в начале вебинара мы говорили о том что подключаем на либо шестой либо седьмой пин наш диод вот как раз мы видим этот пример дальше у нас указываются переменные которые будут принимать и обрабатывать команды из пришедшие из печки файла тест печки кто сталкивался с ардуино знает что каждый скетч состоит из двух программ или двух функций это loop и функция которая инициализирует некоторые переменные так вот фрагмент скетча который сейчас показан у нас на слайде он работает в бесконечном режиме как только загружается на саму плату и здесь основной код у нас заключается в двух методах серия available позволяет определить были ли отправлены какие-то символы какая-то строка какое-то сообщение с компорта на саму плату то есть если у нас там что то есть значит условия внутри вайла будет true и мы готовы будем читать ну а чтение происходит следующим образом мы просто говорим сериал рид и таким образом считываем каждую пришедшую нам каждый пришедший нам символ в массив запоминая его для дальнейшей обработки потом по символу финиша сообщения у нас это символ минус мы соответственно делаем выбор зажечь или не зажечь диод теперь давайте посмотрим как выглядит непосредственно код в самой и да и ардуино ну во первых если кто-то будет повторять эксперимент то сам номер порта можно посмотреть в инструментах и вот в разделе порт у меня сейчас сама плата вот в этот момент отключена и поэтому я не могу определить какой порт у меня но когда вы подключите жду на будет сразу видно и так как я говори вот он первый вариант первая функция которая запускается при старте работы здесь указывается что пин 6 будет работать на вывод указывается битрейт который должен совпадать с тем числом которые мы указали в тест печки и делается задержка небольшая для того чтобы подготовиться к работе с портом в некоторых случаях если задержка у вас будет маленькая то может получиться ситуация когда работа с портом будет не очень эффективно они даже заканчивается ошибкой ну я не экспериментировал с изменением это параметра на ноутбуке вот рассказываю про те еще эксперименты которые были на стационной машине и вот он наш знакомый клад если у нас есть что прочитать то в этом случае мы читаем как только мы доходим до стоп ключа до нашего тире то его код 45 когда нужно было вот найти код тире и вообще поработать с кодами и в том числе и поработать с кириллиц и честно говоря впечатление от этого осталось немножко со знаком минус потому что не все бывает иногда просто сделать особенно если вы подключаете лет панели там хотите выводить кириллические символы в общем бывает тяжело если у нас формируется команда он то есть то что мы получили а ей соответствует код 330 ну 330 до то в этом случае мы с вами выходим из цикла а с другом случае мы тоже кстати говоря выходим из цикла но но если у нас не та не другая мы с вами обновляем всю проверку и дальше самое интересное если статс равно 1 и при этом сумма равно 330 то есть мы включаем лет пин мы отправляем напряжение на наш пин и соответственно он у нас загорается а в обратном случае он у нас гаснет лао обозначает самое маленькое напряжение на наш пин делаем небольшую задержку и у нас это все повторяется постоянно 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 пока происходит работа случае если вы немножко ошиблись или просто ошиблись по работе с ком портами у вас может выскочить в нижней части arduino иде сообщение об ошибке в некоторых случаях у меня она решалась при подключением к другому порту в некоторых случаях ошибка задерживалась надолго приходилось ресетить перезапускать саму ардуинку на ней есть кнопка на ардуино есть кнопка который позволяет это сделать в общем не все бывает гладко при реализации но в целом идея понятна и если задать от цели то вы получите тот же самый результат у нас есть непосредственно сам диод красный дальше у нас есть сопротивление и вот вот тут у нас есть на шестом пине один провод на заземление другой обозначается gmd все сейчас заметили соответственно юсб кабель подсоединяется к arduino через обычный usb разъем именно вот это вот обозначается как порт ком порт в нашей системе если у нас горит красный значит плата отработала нормально идет закорился или противном случае у нас здесь он тухнет вот тут как раз видно что в районе шестого пина эти вот это седьмой вот это шестой пин подключается наш диодик вот но вот здесь подключается он на заземление уважаемые слушатели я надеюсь вам понравился наш вебинар а то как подключать через веб-интерфейс диод через плату arduino и мигать им вы можете развивать эту идею дальше например сделать сигнализацию о захождении на сайт заходе на сайт новых посетителей или возможно сделать так чтобы у вас выводилась количество посещений для этого придется прикрутить лет панель и поэкспериментировать в общем эта тема очень интересно какие курсы или эквивалент каких знаний потребуется ну во первых это азы c++ для того чтобы скетч написать и не запутаться а во-вторых если связывать с этом с веб-интерфейсом то это html это java script и это печки печки достаточно знать на уровне первого или второго центра специалистов курсов и и и или печки 3 тоже нужен но вы можете просто посмотреть примеры готовых скетчей и соответственно остановиться на этом телефон тут центр специалист изображена сейчас на слайде если у вас появятся вопросы или желание записаться на курсы звоните наши маркетологи обещают скидку если вы скажете что пришли посмотрев этот вебинар и теперь мы переходим к вопросам если остались вопросы прошу их озвучивать я постараюсь на все вопросы ответить на вопросы у нас выделяется не больше 20 минут поэтому пожалуйста если они есть давайте посмотрим что есть итак у нас первый вопрос сергей задает его у на r3 используется arduino да верно сергей у на r3 да да так следующий вопрос у нас задает алексей нельзя ли посмотреть что внутри печки сериал класс печки алексей я не готовил листинг этого файла для просмотра я не думал что такой вопрос возникнет но мы можем его очень быстро найти сразу в интернете давайте посмотрим вот не мы только одни вы ищем так ну вот там наверно повезло сразу по первой ссылке можно посмотреть что что это за класс у нас на гитхабе сразу будет показан сейчас пример сейчас мы определим она или не она печки класс который используется для команды для взаимодействия с серийным портом под линук с секс или или вину спички сериал класс да это вот как раз вот как раз он да 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 вот прям вот по этому адресу вы можете его посмотреть здесь есть примеры давайте сравним сейчас подходят ли они да да посмотрите то же самое мы подключаем у нас создается экземпляр класса выбираем порт выбираем битрейт обратите внимание сейчас стоит не тот который у меня будьте при этом аккуратны вот он уже пожалуйста сэнд месседж пошел он читается попытка чтения порта идет у меня не получилось свое время для экспериментов при экспериментах прочитать порт этим классом поэтому я и начал говорить о том что существует дополнительно программы разработчики указывают что под никсами рид порт отрабатывает нормально а вот под windows как-то все не очень возможно у вас получится то что не получилось у меня поэтому посмотрите почитайте проанализируйте код и делайте выводы пожалуйста так еще пожалуйста вопросы какой модуль лучше использовать уточняет сергей сергей в каком смысле о каком модуле идет речь вай фай или лан ну тут я уже не могу сказать начале вебинара я сказал что знакомство с ардуино это как хобби больше поэтому даже не знаю что вам посоветовать попробуйте то и другое сделайте выводы смотрите сами у меня такой вопрос возник пока у нас в чате слушатели задумались какие еще вопросы задать а вот если делать например курс по взаимодействию с интерфейсом и ардуино то сколько бы на него время можно было бы выделить неделю нон-стоп не алексей алексей неделю нам никто не нас вообще если честно у нас есть курс уже порту и на я к сожалению не программу не считал не на курсе на этом не был вот но есть и но он идет не неделю в скрэче сергей я не знаю я не сталкивался со скрэч чем возможно возможно пишут да но не знаю да алексей в ардуино используются диалект си то есть если вы хотите писать скетчи то придется знакомиться с диалектом си если не знаете вообще есть также реализации плат который поддерживают java script у меня все время последние очень 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 большое желание все это дело попробовать но честно признаться времени не хватает и соответственно все это в таком в подвешенном состоянии ну попробуйте получится сергей говорит у нас есть книга хорошая ардуино датчики и сети для связи устройств дайте посмотрю что за книга и какая-то книга есть вот но я не уверен что она так называется не успевают уже книги те смотреть которые у нас которые уже приобрел ранее так еще раз ардуино датчики и сети да вот такая да вот такая вот такая книга не есть ну что могу по не сказать она интересная проекты которые там описаны в ней тоже интересный попробовать все мне еще не получилось частенько там описываются компоненты которые с одной стороны вроде как часто везде используются но по быстро быстро оперативно найти их нельзя ну так почитать да интересно почитать интересную эту книгу можете посмотреть алексей спрашивает если у нас подобные платы и так понимаю что речь идет оплаты от подобной ардуино алексей честно говоря я не знаю ну я сначала на просторах сети описание некоторых плат которые вроде как выполняют ту же работу что и ардуино но во первых они немножко посложнее по топологии и по знакомству с ними и самое проблемное что по распространенности надо читать вникать когда время нету вот ардуино очень здорово вручает потому что большой комьюнити и можно быстро удобно ответить на возникающие вопросы получить ответ на возникающие вопросы поэтому ну не знаю каком ответить на вопрос ну что ж друзья если вопросов больше нету я благодарю вас за то что вы нашли время и провели его вместе с нами центром специалист и но и личин тассовым преподавателем курса по веб направлению жду вас на своих курсах php javascript жду вас на курсах ардуино удачи вам и всего доброго удачной разработки